Мои друзья, всем приветствия! На телеканале Ирта начинается программа Форсаж. И сегодня у нас в гостях по-настоящему спортивный, красный, классный Ниссан Z350. Нисма, максимальной комплектации от завода. Дальше больше и интересней. Начинаем! В 2002 году Ниссан Z350 увидела США и Япония. В 2003 его полюбила Европа. А в 2004 году выпустили специальную версию кабриолет. Автомобиль специально для лета. Колесная база автомобиля 4,5 метра. Вес автомобиля 1456 килограмм. Ниссан Z350 иногда выпускается в выполнении Fire Lady. Эта версия не распространяется на Соединенные Штаты Америки, так как женские имена в названии автомобилев там не любят. У нас же Нисма, максимальная комплектация от завода. Предусмотрены разнообразные юбки, обвесы. Все это, можно сказать, стоковое. А под капотом, между прочим, 313 лошадиных сил от завода, без разнообразных турбин и интеркулеров. Кованые диски колес с изящно выгнутыми спицами, сквозь которые отлично просматриваются золотистые суппорты мощных тормозов Brembo. Все это доказательство неповторимого стиля японского автомобиля. Выразительный спереди, сзади агрессивный. Хорошо, все-таки, что Ниссан отошли от квадратных линий и сделали автомобиль более плавным и изящным. Что же кроется под этим великолепным спойлером? А здесь у нас багажное отделение, которое у спортивного автомобиля предусмотрено. Вот такая вот интересная конструкция, несколько сумок однозначно сюда поместится. Хорошо, все-таки, что автомобиль, в отличие от Скайлайна, стал немного короче, но и немного шире. Придает автомобилю дополнительной устойчивости. Что у нас внутри? А внутри у нас всего лишь два места, водительское и переднего пассажира. Прошу пройти в салон, посмотрим, познакомимся поближе. Данный экземпляр по-настоящему эксклюзивен. Такого второго в Украине захочешь, не найдешь. Самая максимальная комплектация из всех возможных для 350-го Z. И в индивидуальном красном классном цвете. Второй такой уже нет. Машина предназначалась в качестве выставочного авто. Ну и прежде чем избудется моя мечта, я скажу, в салоне Z350, хотел бы обратить внимание ваше на легкосплавные диски. 18-дюймовые, идут такие заводы, тормозная система доработана, стоит Брэмбо, как вы уже увидели. И вот тот самый заветный момент. Обратите внимание на ручку. Вроде бы она не металлическая, наверное, пластиковая. Япония, Япония. Ну и вот тот самый салон. Понятно, что стеклоподъемники у нас имеются. Дверь отбита приятным мягким материалом. Сажусь в кожаное сиденье, почти что в спортивный трон. И вот тот самый руль Z350. Аэрбэх, куда без них, здесь их 6 штук. Автомобиль спортивный однозначно должен быть безопасным. На спидометре у нас 280 км в час. Думаю, что попырять на этой машине у нас сегодня получится. Шестиступенчатая механика имеется. И рядом есть ручник. Говорят, что этот автомобиль крайне красиво ездит боком. И на это мы сегодня тоже посмотрим. Несколько датчиков расположены не таким образом, чтобы водитель всегда мог за ними наблюдать. Рулевое колесо. На нем имеется шилдик Z. Z350. Что можно сказать об этом руле? Ну, достаточно хорошо сидит в руках. Обтянут кожей. Имеется несколько кнопок управления, повышения, понижения громкости. Можно включить спикерфон. То есть, hands-free. На этом руле имеется подушка безопасности. Спортивный автомобиль должен быть безопасным. Здесь 6 подушек. Передние, фронтальные. В общем-то, все имеется, как в обычном спортивном современном автомобиле. Материалы, которыми обита торпеда. Как мне кажется, немного громкие. Если ездить по дорогам нашего города, однозначно будет... Как у газели впереди. Что можно сказать об этих сиденьях? Они, конечно же, кожаные. Несколько режимов. Можно включить. Кресло автоматически подстроится под вашу спину. Достаточно удобно сидеть и высоким людям. Помещаюсь. Нужно отметить аудиосистему. Она идет с завода. И говорят, что она достаточно хорошего уровня. Челленджер на 6 дисков. Качественные динамики. Если закрыть дверь, то можно обратить внимание, что стекла здесь нет. Никакой дополнительной перегородки. Ничто не мешает. Зеркало. А зеркало у нас с мертвой зоной. И достаточно обзорное. Широкий угол. Можно видеть даже несколько полос, как мне кажется. По поводу открытия дверей. Вот такую же систему недавно я видел в новенькой 2013 года Nissan Micro. Также пальчиком потянул и открылся. В общем, что-то есть общее у этих двух Ниссанов. У Micro последней. И вот такого модного красного Z350. Что же, почувствуй себя настоящим стритрейсером. Посмотри программу «Форсаж». Хоть автомобили в максималке, все равно владельцам кое-что было доработано. Например, для радости глаз на машину был установлен неон по кругу. Также неон в салоне. Заменено стоковое сцепление на демпферная АСТ-керамика. Облегченный алюминиевый бездемпферный маховик. Скажу по секрету всему свету, пока хозяй не видит. Nissan Z350 называют «Феррари» для бедных. Внутри автомобиля свойственные спортивным машинам цвета. Матовые, черные и серебристые. Сама форма панели сделана таким образом, что на первый план выдвинуты различные датчики и воздуховоды системы вентиляции. Друзья, наконец-то мы переходим к самому главному. Хотелось бы заглянуть в подкапоте. Но прежде обратите внимание на эту стильную оптику. Глядите, сколько там элементов. Уверен, что ночью смотрится достаточно эффектно. Но сегодня мы вам тоже этими фарами подморгнем. Ну и вот тот самый заветный час. Сейчас готовы Z350 подкапоте. Часть первая. Вот он, друзья, трех с половиной литровый V6. Распорка стоит у нас. Между прочим, данный двигатель выдает 313 лошадиных сил, как я это немного раньше говорил. Двигатель выполнен из алюминия и не предусматривает никаких интеркулеров, никаких турбин, никаких надувов. Вот как есть завода, так и пришло. И вот этот агрегат выдает 313 лошадиных сил и разгоняет автомобиль буквально до 280 км в час. Если уж вам покажется, что это мало, покажите мне больше. Водитель, находясь в салоне данного спорткара, может поддаться на провокацию и все-таки нажать педаль в пол. Если это сделать, то смотрите, что будет. Автомобиль впечатлил. Да еще и как. Быстрый, сильный, стильный. В нашем случае еще и эксклюзивный. Некоторые готовы отдать за него почку, а вам он обошелся в несколько минут просмотра программы «Форсаж». Пофорсим и поедем дальше. Благодарим за помощь в организации съемки Смотра.ру Луганск.